Здравствуйте, с вами Александр Шадов, и сегодня мы обсудим один небольшой текст, выложенный на паблике Ричард Долкинс. Текст антифилософский, ну и вообще-то не секрет, что многие современные ученые выступают против философии, но этот текст противоречит огромному количеству действительно настоящих фактов, которые, к слову, постулирует такая наука, как история. Данный текст выполнен в стиле диалога, но он куда более примитивный, чем диалоги Платона, поскольку, в принципе, никакого спора и никаких доказательств в нем не происходит. Автор постулирует свою позицию, и его соперник, который находится внутри текста, как бы соглашается с ним, постоянно проигрывая. Все начинается в зале суда, выдуманном зале суда, где собрались все науки и в том числе философия. Автор утверждает, что физика занимается самыми фундаментальными законами природы. Но автор забывает, что физика – это полноценная часть философии. В Древней Греции этика, логика и физика были основаниями практически любой философской школы. Даже в начале нового времени физика все еще была философией. И неудивительно, что именно физика пользуется в основном философской терминологией – да и что такое фундаментальные законы природы? Это, в общем-то, философские абстракции, философские концепции, которые физики возводят в абсолют. В сущности, физика, точнее современная физика – это обычная философская позиция. Одна из многих. Но этого и боятся ученые, что вдруг их одна уникальная суперпозиция станет одной из многих. Потом автор перечисляет различные термины, которые все-таки взялись из философии, ну или из математики. Например, атомы и частицы, силы – это все входит в понятие философии. По сути, понятие силы было обосновано в средневековой философии, понятие атомов и частиц было обосновано в древнегреческой философии. То, чем занимается физика, люди занимались внутри философии в течение тысяч лет. Поля и излучение – это чисто математические термины, которые в принципе не требуют обоснования. Сам факт того, что что-то объясняется какими-то математическими терминами, уже значит, что это лишь абстракция, лишь философская позиция, а не абсолютная истина. А после автор разбирает понятие материи и сравнивает его с понятием вещества. Но, очевидно, автор ничего не знает о понятии материи. Он не читал о материи у Аристотеля, не читал о материи у остальных древних греков, не читал о материи у Маркса, Ленина, Энгельса. В сущности, все его слова – это чистое балабольство, он не понимает, о чем говорит. Он считает, что все то, что говорит физика – это абсолютная правда и абсолютная истина, и те фундаментальные законы природы, которые она провозглашает, есть абсолют. Но если рассматривать физические домыслы как домыслы, то они вполне сравнимы с философскими домыслами, и у каждого подхода к рассмотрению материи будут свои фундаментальные физические законы. В сущности, каждая школа, разбирающаяся с материей, каждая оригинальная школа, может предложить что-то свое, свой взгляд на мир. И науку, эту догматическую религию, пугает возможное количество взглядов на мир. Притом не просто взглядов на мир, а вполне доказанных, обоснованных взглядов на мир. Притом удивительно, как автор сводит все к какой-то мифической философии. На самом деле слово «философия» практически ничего не обозначает. Это совокупность огромного числа учений. А вот наука как раз и содержит в себе единство. Философия может полностью опровергать саму себя, полностью опровергать свои собственные основания и выдвигать новое. Наука никогда не опровергает свои собственные основания, она всегда в них верит. В этом смысле самоназванной звездой как раз является наука. Дальше автор приплетает вопросы познания и приводит в пример такие науки, как теорию информации, педагогику и психологию. Все науки дико хвастаются своими достижениями, хотя на самом деле эти достижения незначительны. И кроме того, они не просто незначительны, они опять же основываются на философских парадигмах. Теория информации якобы лучше всех разбирается в том, как хранить и записывать знания. Но это смешно. Это действительно очень смешно. Действительно очень смешное хвастовство, поскольку оно не имеет никакого отношения к познанию. К познанию имеет отношение теория, познания которой среди научных дисциплин до сих пор не существует. Потом педагогика хвастается тем, что она лучше всех передает знания из поколения в поколение. Но опять же, следуя из опыта, я могу сказать, что психология лажа. Психология абсолютная лажа. Она не только не разбирается в том, как передавать знания из поколения в поколение, но она еще и ворует свои идеи у философии. А философские школы, как известно, первые начали передавать свои знания из поколения в поколение. И опять же не секрет, что педагоги апеллируют к древним грекам, например, к Сократу, Платону, Аристотелю или Эпикуру, когда дело заходит о обосновании новых методов. Мне кажется, что автор данной истории не читал педагогические тексты. Потом вступает психология, но, как известно, психология, ну или проще говоря, наука о душе, это еще одна часть философии. Все науки исторически вышли из философии. Психология хвастается тем, что она знает, как устроен процесс познания, но она не права. Во-первых, это не фундаментальный предмет ее изучения, а во-вторых, для того, чтобы познавать внутренний мир, тоже нужны какие-то каноны для познания. То есть нужна теория познания. До всякой психологии нужна методология. А методологию создает философия. До сих пор в науке методологию создает философия, что, опять же, удивительно. Поппер, Кун, Локатос – это все величайшие методологи прошлого века, и отрицать их существование и их важность для современной науки просто невозможно. Но их методология – это методология философская. Вот в чем все дело. Вдруг философия говорит, что она формирует понятие, но ей препятствует лингвистика. А лингвистика, к сожалению, пусть и пишет толковые словари, но понятие составлять не может. Если бы лингвистика на свой лад составляла понятие, то это лишило бы ее статуса науки. Она изучает понятия и вносит их в словари. Кроме того, да какая разница, кто пишет эти долбанные словари? У нас в Википедии пишут дебилы какие-то, которые нихрена не знают. А тут словари. Может быть, лингвисты как раз и есть те самые дебилы, которые искажают понятия, а не формируют их. Ну да, тут, конечно, стоит упомянуть, что другие науки все-таки пытаются вводить какие-то свои новые понятия, но обыкновенно это частные понятия. Они имеют смысл только в рамке некоторых частных областей. Философия же не вводит понятия, она вводит смыслы, она формирует смыслы. Она создает новые смыслы, она может говорить о предмете с другой стороны, с другой позиции, с другой точки зрения. И именно в этом достижении философии ни одна наука не формирует смысл вне философии. А если она начнет это делать, то она сама становится философией. Потом все доходит до абсурда. Термины совсем уж перемешиваются. Философия заявляет, что она знает о законах мышления. Хотя так никто не говорит, опять же, это все придумал автор текста. Так вот, против философии выступает нейрофизиология. Но она не занимается мышлением, она занимается нейронами. Да, конечно, ученые считают, что нейроны и сети – это причина нашего мышления. Но это не имеет никакого отношения к законам мышления, которые подразумеваются большинством философов. В данном случае имеет место подмена понятия мышления. После философии утверждает, что она формирует логическое мышление, но против нее встает логика. На самом деле, опять же, наигранная ситуация. Философия действительно создала логику. Логику создал философ Аристотель. После Аристотеля логика дополнялась, но незначительно. Одно из самых массивных дополнений к логике, а то бишь индуктивную логику, создал Фрэнсис Бэкон. Фрэнсис Бэкон, к сожалению, не был очень сильным математиком в противовес Декарту. А Декарт, собственно, не был сильным логиком в противовес Бэкону, создавшему индуктивную логику, которой в итоге стали пользоваться ученые. В общем-то, на первых этапах становления науки я бы постулировал наличие конфликта между математикой и логикой, а не их взаимопорождающий характер. В сущности, математика никогда и не порождала логику. И математику, и логику породила философия. Ну ладно, с логикой все понятно. Вообще, сам факт, что автор противоречит этому факту, просто означает, что этот человек не разбирается в истории. Более сомнительное мое утверждение о том, что философия породила математику. Но давайте тоже будем реалистами, посмотрим на историю. Что у нас случилось в истории? Изначально математика была довольно-таки простой, материалистичной, но она просто служила для счета и измерения. Такая математика была у вавилонян, у древних египтян и у многих других наций. Теоретическую же математику создали греки, пифагорейцы и платоники, философы. Ну, конечно, математика не становится детищем философии только лишь от того, что ее создали философы. Они создали ее благодаря своей философии. Лишь из-за идеализма Платона и Пифагора была возможна теоретическая математика. Ни один уважающий себя империст не стал бы заниматься подобными абстрактными умствованиями, которые не имели никакого отношения к действительности. Платон и Пифагор установили, что наоборот, числа и есть подлинная действительность. Только благодаря этому философскому установлению стало возможно становление полноценной теоретической математики. Без него математика не имеет никакого смысла. Притом заметим, что практически все средневековое развитие математики зависит от платонизма. Опять же, да, платонизм и средневековая философия связаны. Вообще-то отметим, что изначально математика развивается в рамках идеализма. И сторонники математики — это чистые идеалисты. Автор постоянно забывает о том, что все научные дисциплины придерживаются определенных канонов. Но эти каноны заданы философией. И при том не философией вообще, а конкретной научной философией. Если так задуматься, то у большинства философских школ была своя физика, своя логика, своя теория познания, своя даже математика. Ну, покончим с лирикой. Теперь переходим к самому серьезному вопросу. Философия занимается этикой. О боже мой. Этика — одна из нескольких десятков философских дисциплин. И почему-то все сиентисты делают упор на том, что вот она, этика, является квинтэссенцией философии. Ну и тут автор, конечно же, говорит, что философия ей серьезно не занимается, потому что есть религия, оказывается. Но я уверен, что автор-атеист и не считается с религией. Этика — одна из трех философских дисциплин, которые присутствовали во всех древнегреческих эллинистических философских школах. И если, например, многие философы считали логику и физику фуфлом, то этика обыкновенно считалась чем-то довольно-таки важным. Но почему? Почему этика считалась чем-то важным? Потому что этика говорит нам, как жить правильно. Она дает нам установление, согласно которым мы можем сделать свою жизнь счастливой. Да, безусловно, большинство концепций довольно-таки спорные и не всегда работают. Но философия действительно над этим работает. Она над этим размышляет, она критикует, она спорит, она сомневается. Наука не сомневается. Философская этика как раз предназначена для смены эпох. Сегодня этика может быть одна, завтра другая, послезавтра третья. И дело в том, что только философия вообще со своей гибкостью и со своей способностью к изменениям может построиться практически под любой экономический строй, под любую эпоху. И опять же, очень странно сравнивать философию и какую-то конкретную религию. Философия имеет такой же объем понятий, как религия вообще. Есть философия вообще, есть религия вообще. Но науки вообще нет. Для меня наука это одна, 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 одна единственная философская школа из бесконечного множества. Да и в сущности я особо не различаю философии, религии, науки. Это все одно, это все касается одних и тех же вопросов, просто предлагает различные решения проблемы. Но сиентисты, считающие науку единственно верным вариантом решения всех проблем, конечно же, выступают против философии, потому что философия предлагает гигантское множество решений. И все эти решения противоречат друг другу. Они спорят друг с другом, они сомневаются друг в друге. Философия вообще, это живая система споров, живая система, в которой присутствует огромное количество мнений, огромное количество позиций, которые выступают друг против друга. Да, они тоже руководствуются фактами, они тоже ищут истину, как и наука, как и даже религия. Но почему автор игнорирует это? Почему он сравнивает философию с науками? Автор не осознает истинный объем понятий, он руководствуется современными заблуждениями. Он думает, что вот то, как есть сейчас, так было всегда и так и должно быть. Но это догматизм, это абсолютный догматизм, ничем не отличающийся от догматизма религиозного. Автор просто верит. Автор просто догматик. У него есть определенные каноны, определенные верования, определенные убеждения, и не готов ими поступиться. Именно поэтому он выступает против философии и не хочет разбираться в ней. Именно поэтому он пытается убедить себя в том, что философия это что-то одно. Но философия никогда не была чем-то одним. А если бы она и была, то она постоянно противоречила друг другу. Конечно же. Если представить философию чем-то единым, то философия это просто система громадных противоречий и заблуждений. По сути, философия сама отменяет себя. Но в рамках философских школ этого не происходит. Многие критики философии забывают о этом разделении на философские школы, на учения. По сути, они пытаются рассмотреть философию в целом, но это небывалая абстракция. В сущности, автор апеллирует к современному банальному подходу к специализации знания. Он считает, что эта специализация, она истинна, она правильна. Но это опять же еще одно заблуждение современного общества. Сам факт того, что человек занимается чем-то конкретным, еще не значит, что он знает истину в этой области. Более того, он может систематически заблуждаться, используя неверные принципы. А принципы задаются чем-то общим. Исконно для науки принципы задает философия. Фундаментальные принципы задали Аристотель, Декарт, Бекон. Потом их дополнили Поппер, Локатос, Кун и многие другие методологи. Но они не просто методологи, они не просто ученые, они в первую очередь философы. Они согласовали свою науку со своей философией. Философия всегда была впереди. Философия была превыше всего. И философия так и остается превыше всего даже внутри науки. Научная философия задает теорию познания, задает методы, задает подход. Сама индукция – это просто философская концепция. Да какая индукция? Сам империзм – это философская концепция. Как и понятие полезности практики. Да даже понятие самого прогресса придумали философы. Нет ни одного фундаментального научного термина, который не был бы придуман философами. Есть какие-то частные термины, которые наука придумывает сама. Но наука не создает смыслы. Она их копирует из философии, в том числе из научной философии. И, конечно же, самые передовые ученые, самые великие ученые всех времен и народов могут быть названы философами. И скажем несколько слов о выводе автора. Он считает, что философия – это имитация мудрости. Но разве философия претендует на мудрость? Греческие философы избегали названия мудрецов. А почему они избегали его? Потому что мудрый только бог, как говорили греки. Человек может только стремиться к мудрости. И все философы – это люди, которые стремятся к мудрости, которые пытаются познать, которые ищут выходы и ответы. Некоторые из них находят ответы для себя, некоторые сомневаются в них, некоторые говорят, что невозможно найти ответы. В сущности, философия – это и есть мышление. Все, что не мыслит, не может быть философией, но и в свою очередь, все, что не является философией, не может быть мышлением. Даже наука и даже религия, они мыслят настолько, насколько они являются философией. Заблуждения же автора довольно-таки примитивны, довольно-таки банальны и неинтересны. В сущности, он не понимает того, что такое философия. Он рассматривает ее очень ограниченно и, по сути, создает соломенное чучело философии, не понимая того, чем она является.